Вера, добрый вечер. Кто у вас в гостях? Добрый вечер, Роботогос. Спасибо большое. У меня в гостях на интервью Индира Рыстина, политолог. Ну, во-первых, у нас все избирательные участки закрылись. Есть последние результаты. По-моему, чуть более 54% явка. Это люди, которые получили пилитей, не проголосовали. Как вы оцениваете нынешние выборы, эту активность избирателей наших? И то, что есть лидеры по регионам, есть аутсайдеры, как всегда Алматы. Что вы об этом думаете? Да, на территории Казахстана выборы подошли к концу. Мы закрыли все участки, которые находятся на территории Казахстана. Но нужно не забывать, что у нас есть избирательные участки, находящиеся в других агентствах. Некоторые только открылись, некоторые еще работают. Поэтому предварительная явка, которую дали сейчас, она еще не окончательная. Она еще будет стерка меняться. Если мы будем говорить по регионам, то традиционно еще раз подтвердается та ситуация, когда города-мегаполисы показывают низкую явку. Если мы посмотрим на последние результаты, то около 25% дает город Алматы, чуть больше город Астана и город Шимкент. То есть все три больших мегаполиса у нас набрали менее 50% явки. Это традиционный показатель, это тенденция по всему миру, когда чем больше агломерация города, тем меньше политическое участие граждан именно в выборных процессах. Ну, как вы думаете, может быть, вот такая активность, она связана с этим процессом, пока партии демонстрировали свои возможности, так назовем это, да, и самого движенца, то, может быть, это был очень короткий период для того, чтобы, может быть, вот казахстанцы поняли, ну и смогли бы сделать свой выбор правильный. То есть было непонятно, за кого голосовать. Есть такие опасения или, в принципе, все нормально, это обычный политический процесс? Ну, это стандартный политический процесс, то есть если мы будем сейчас брать тенденции мировые политические явки, то сейчас очень редко наблюдается политическая явка выше 70%. Даже, допустим, вот последние выборы, которые были в Америке, они показали более 63% и для Америки это был очень высокий показатель за последние 80 лет. То есть это была у них очень большая явка. И если мы будем говорить о том, что люди не успели приготовиться к выборам и познакомиться со всеми предвыборными программами, то, в принципе, о том, что будут выборы, было известно уже в сентябре 2022 года, когда президент анонсировал эти выборы, то есть морально к выборам можно было подготовиться. Потом еще один факт. Например, часто, когда говорят, что низкая явка – это протестное голосование, как бы показатель протестного голосования, то в этот раз это можно оспорить. К примеру, тот же город Алматы, где были три округа, они были очень наполнены разными вариантами кандидатов в депутаты, когда у нас ряд кандидатов был от классических партийных кандидатов до позиционирующих себя оппозиционными кандидатами, то есть весь спектр кандидатов. У желающих пойти и проголосовать был выбор, за кого голосовать. Помимо этого, можно было прийти и проголосовать против всех. Но в данном случае низкая явка – это показатель абсентеизма, который демонстрирует просто нежелание участвовать в политическом процессе. Или же, когда мы говорим о больших городах, то это отсутствие возможности. Люди уехали отдыхать в выходные дни, воспользовались этим. Они лишь смогли выйти в связи с рабочим графиком. То есть вариантов много и факторов, которые повлияли на эту явку, тоже много. Кстати, вы затронули графу против всех. Какую роль теоретически может сыграть в партийном раскладе графа «Против всех»? Или, в принципе, она не даст никаких весомых решений? То есть для чего, как вы думаете? Графа «Против всех», ее значимость… Нужно изучить настроение общества в целом. Смотрите, здесь нужно понимать, что при распределении мандатов графа «Против всех» не будет иметь мандат. То есть когда будут распределять мандаты, будут учитываться голоса тех, кто проголосовал за партии. И только те партии, которые набрали более 5% голосов, будут участвовать в распределении мандатов. То есть в данном случае графа «Против всех» забирает голоса у тех партий, которые не смогли пройти пороговый барьер. Ну и заключительный вопрос, вот тот момент, что сейчас очень много мажористов и маслехат разбавят самовыдвиженцы. Как вы оцениваете, изменит ли это работу и того, и другого органа, и как в целом? Если мы посмотрим вообще на изначальную задумку того, что у нас есть округа одномандатные, например, в случае с мажористом это 29 одномандатных депутатов, которые будут избраны в мажорист, это могут быть самовыдвиженцы, это могут быть представители политических партий или общественных объединений, но главная функция данных 29 депутатов в мажористе будет представление своего округа в мажористе. То есть их главная задача – это отражение интересов своего округа в мажористе. И такая же ситуация будет в Москве-Хатии. Ну, кто-то вот, все говорят о том, ну, как-то вот сделает эту работу мажориста более активной, будем больше спорить, будем больше отстаивать свои позиции, проблемы народа больше будут учитывать, да? Вот вы как эти настроения все, как вы их характеризуете? Конечно, это будет уже другая картина, это не будет так, как было, когда был парламент 7-го соглашения, потому что здесь есть такой фактор, что фракции, сейчас каждая партия будет формировать фракции, и самовыдвиженцы, они могут пойти в какую-то из фракций. И в данном случае каждая партия будет бороться за голоса одномандатников, назовем их так, да, эти депутаты, для того, чтобы получить конституционное большинство. Ну, это понятно, что конституционное большинство получат, а как они будут работать в этой системе? Ну, по-человечески, какие надежды у вас? Изменит ли это, сделает ли качественнее эта работа масликата, да? Изменит ли, как бы, ну, придаст импульсу работе мажорисы, возможно? Ну, вот простыми словами, как обывателя, вот вы что думаете об этом? Или ждать каких-то сиюминутных, вот уже через пару месяцев вот таких итогов, что да, что-то изменилось, но это нельзя, так это не работает? Да, ну, во-первых, нужно посмотреть итоги, посмотреть, кто из одномандатников прошел, то есть от этого тоже будет много чего зависеть, то есть какой кандидат прошел, импульсивный или же, наоборот, такой более спокойный, да, и, ну, если мы будем говорить о ярких спорах и диспутах, то это будет тоже зависеть от характера того одномандатника, который прошел. Но в то же время я надеюсь на то, что будет конструктивный диалог, каждый одномандатник будет нести за собой бремя своего округа, от которого он был избран, и то, что у нас есть функция возвратного мандата, это будет подстегивать одномандатников к тому, что отражать интересы и быть более активными, даже чем представители политических партий, прошедших. А вот не справился, уходи, это сразу будет, или все-таки какой-то период нужно, там, нормы есть некие? Согласно законодательству, возвратный мандат можно активизировать, назовем его так, да, через год. То есть первый год дается возможность депутату раскрыть, показать, что он работает. В течение года избиратели будут оценивать, и только спустя год можно запускать механизм возврата мандата депутата. И последний год депутатства, то есть по истечению четырех лет, тоже нельзя уже запускать эту функцию. Здесь есть своя логика, даже если они сделают возврат и назначат нового депутата, изберут он за год, не успеет ничего сделать. Ну да, год это ни о чем, это такая вещь. Но тут бы еще бы, теперь мы стали бы тоже Акимов всех выбирать, да, тоже так же, как и депутатов на местах. Было бы вообще все хорошо. Мы к этому идем. Да, мы к этому идем. С 2021 года у нас уже избираются Акимы сельских округов и городов районного значения. С этого года у нас в пилотном режиме начнется избрание депутатов районных Акимов. И с 2024 года по мере того, как будет заканчиваться срок работы Акима районного уровня, будут эти Акимы избираться. Также нужно не забывать, что областные Акимы на сегодняшний день тоже имеют возможность быть избранными маслехатами. То есть это такое косвенное голосование, когда на выбор маслехатов дают две или более кандидата, то есть кандидатуры на пост Акима. И маслехат, все депутаты маслехатов всех уровней данного региона, данной области, избирают одного из них. Это тоже косвенное голосование. Многие говорят, что тоже появится много одномандатников, индивидуалистов, которые смогут защищать те или иные права. Как это повлияет на законотворческий процесс для принятия решения? Не будут ли затягиваться эти решения, потому что нельзя будет прийти к общему консенсусу из-за всех диалогов и споров? Или это тоже нормальная система, она должна работать, как это происходит за рубежом? Как у нас, как вы думаете? Еще же говорят о том, что очень много популистов, ну, он неизбежен, этот популизм. Мы его наблюдали с вами, всю эту агитацию в соцсетях. Все говорят, что-то изменится, но как, непонятно. Поэтому не повлияет ли это на то, что вот такие люди тоже окажутся в маслякаков и в мажелесе, но не будут знать, что делать? Такие опасения есть. Или вы думаете, не нужно беспокоиться над этим? Нет, конечно, риски есть всегда. То есть популисты могли пройти в любое время, а сейчас благоприятная среда. То есть есть социальные сети, когда человек может вот это все преподнести и показать свою бурную деятельность, которая ограничивается социальными сетями. И риск того, что популисты пройдут в маслякат или даже в мажелес, он есть. Но в то же время на сегодняшний день продуманы механизмы, которые могут обезопасить или же далее контролировать. Тот же возвратный мандат, это тот же механизм работы с популистами. То есть популизм, он не может вечно держаться, да, и если у нас будет активное гражданское общество, этот популизм будет раскрыт. Это во-первых. А во-вторых, мы должны прийти к хорошим политическим традициям, к тому, что граждане будут активно вовлекаться в работу со своим депутатом, которого они избрали. То есть сегодня мы все пошли на выборы, мы сделали свой выбор, отдали свой голос тому депутату, за которого проголосовали. Который будет представлять наши интересы. Который будет представлять наши интересы. Но на этом наше участие в работе этого депутата не должно заканчиваться сегодняшним днем. Дальше этот депутат, когда будет работать в маслякате, принимать и распределять бюджет, да, или работать в мажелесе, с ним нужно всегда держать связь. То есть нужно не забывать, что это ваш депутат. И от того, какие вы будете давать ему наказы, будет зависеть его работа, качество его работы. Поэтому ограничивать ответственность только на депутате нельзя. Здесь и гражданское общество должно нести время ответственности, разделяя его. Так как он, этот гражданское общество, этот гражданин подстегивает депутата. Ну, станет известно, наверное, как будет работать новый парламент, когда мы узнаем результаты. А это уже будет совсем скоро, буквально. У нас есть еще время, чтобы обсудить другие вопросы или нет? У нас нет времени, говорят. Нужно отдать эфир новостям. А я напомню, что мы работаем на онлайн-площадке марафона, который проходит. В прямом эфире можно посмотреть на различных телеканалах и онлайн-площадках в аккаунтах в соцсетях. Так что подключайте, здесь много интересного. Спасибо вам большое, Индира, за столь обстоятельный разговор. Ну, а мы с вами прощаемся. Друзья, останьтесь с нами на Хабар 24. Спасибо.